И уже три года я занимаюсь внедрением системы лояльности в бизнес разных клиентов. Сейчас, сегодня в своем выступлении, я расскажу о результатах одного из моих клиентов. Это шоурум-магазин «Ангела». Магазин находится в городе Перми, но при этом они отправляют товары по всей России. И когда мы начали общаться с собственницей бизнеса, мы определили пять важных задач. Первое и самое важное, что нужно было сделать, это уйти от Excel к нормальной CRM-системе. Второе, это быть на связи со своим клиентом. То есть они очень активно ведут Инстаграм, у них более 100 тысяч подписчиков, они в этом плане большие молодцы. Но нужно было еще как-то взаимодействовать с клиентом. Также было очень важно получать обратную связь от клиентов. Так как собственница сама живет в Сочи, а магазин у нее находится в Перми, то важно понимать, что у нее в бизнесе происходит сейчас. И также мы поставили цели именно финансовые. То есть это увеличить клиентскую базу, увеличить выручку минимум на 30%. Также мы взяли за цель обучить персонал и запустить систему UDES. Так как, повторюсь, собственница в Сочи, а магазин в Перми. Итак, что у нас из этого вышло? Сам магазин находится в спальном районе. И так просто, к нему покупатели не могут прийти, то есть там нет случайных покупателей. То есть либо специально они приезжают, либо они отправляют доставкой товар по адресу, соответственно, покупателей. Это самый известный шоурум в городе Перми. Ему уже более 10 лет. И каждый собственник в Перми, у кого есть шоурум, он, конечно же, знает об этом магазине. Вы также можете получить нашу бонусную карту и какие у нас настройки были сделаны. У нас кэшбэк от 5 до 10%. И он зависит либо от суммы покупок, либо от количества рекомендаций. Мы сразу дарим 300 баллов, которые можно тут же при первой покупке списать и оплатить этими баллами не более 30%. Напомню, что магазину 10 лет. Я чуть позже расскажу, какая у них база была и сколько сейчас. Также у нас очень агрессивный маркетинг. Мы дарим 20% кэшбэка другу, который передал бонусную карту своему другу либо подруге. То есть таким образом мы хотим разжечь сарафанное радио и успешно с этим справляемся. За 10 лет в этом магазине была клиентская база 1800 клиентов. Это были постоянные клиенты, эта база велась в Excel. И на сегодняшний день мы оцифровали 10800 клиентов. Мы начали работать в феврале 2019 года. Несмотря на то, что ассортимент в основном женский, но также есть и мужчины, и мужские покупки, конечно же. Вообще UDS позволяет нам увидеть статистику, позволяет увидеть нам покупателей, которые чаще всего покупают. На большее количество сумм покупают. Например, на первой строчке вы видите номер отказников. Это номер телефона собственницы. И на него мы проводим покупки тех покупателей, кто отказался скачивать бонусную программу, бонусную карту UDS, либо отказался нам сказать свой номер. Но эти все покупки нам важно учесть. И, как видите, доля этих покупок, она на самом деле небольшая, всего 6,5%. Но также мы видим покупателей, которые делают больше всего покупок. Например, вот этот пример. Это девушка, это покупатель. Она совершила 66 покупок. Вот вы видите, она примерно с нами с начала, может быть, даже с конца 2019 года. И последняя ее покупка была 4 июля. Это значит, что в августе мы ее, конечно же, точно ждем. Все абсолютно покупки у нас проходят через систему UDS. У нас сделана полная интеграция с учетной системой 1С. И ни одна покупка у нас не проходит мимо. На сегодняшний день мы увеличили средний чек на 57 рублей. И это небольшая цифра. И она скорректировалась за счет пандемии. Но, как говорил уже Айрат Измайлов, именно увеличение среднего чека позволит увеличить выручку. Реальная скидка при этом составляет всего 8%. Это очень маленькая цифра на самом деле. И этот слайд показывает, как средний чек меняется у тех клиентов, кто скачал бонусную карту UDS, и у тех, кто не скачал. Вот средний чек, кто скачал UDS, 2872 рубля. А тех, кто не скачал, 2308. И наша главная задача и цель, чтобы все наши клиенты абсолютно были в компании UDS. Следующая важная цель, по которой собственница приняла решение установить себе UDS, это были пуш-уведомления. Если бы мы тратили деньги на смс-ки по всей нашей клиентской базе, то мы потратили бы больше 2,5 миллиона рублей. Это при том, что мы отправили всего 119 пуш-уведомлений, а могли бы отправить 258. Дальше я расскажу про фишки, как мы отправляем пуш-уведомления и поделюсь с вами. Как вообще работают пуш-уведомления? Мне тоже часто об этом меня спрашивают предприниматели. Вот обратите внимание, с 6 июня по 27 июня у нас было совершено 207 покупок. И мы отправили пуш-уведомления 28 июня. И за 9 дней наши покупатели сделали 332 покупки. И эти покупки по сумме, по выручке, они выше на 41%, чем до этого за 22 дня. Вот именно так можно измерять эффективность пуш-уведомлений. Также для собственниц важно было получать обратную связь, чтобы понимать, что происходит у нее в бизнесе прямо сейчас. Мы получили уже 1784 оценки. У нас есть как хорошие оценки, так и плохие. Средняя оценка – это 4,9 балла. И также мы обязательно работаем с негативными оценками. Вот так, например, у нас был пример. Покупательница пришла, была недовольна покупкой, написала нам отзыв. Далее мы с ней связались, мы подарили ей баллы и стали за ней наблюдать. И мы видим, что этот покупатель вернулся и потратил баллы свои. И даже последняя покупка была 5 июня. Вообще, по этому примеру, можно увидеть, что клиентов можно возвращать. Ну и, конечно же, нужно. Я думаю, каждый предприниматель этого очень хочет. Источники трафика – это отдельная, вообще крутая функция, ради которой стоит купить UDS. Вот раньше мы мерили источники трафика через вкладку «Сотрудники». То есть мы каждый рекламный канал, на него заводили QR-код, и мы можем по нему отследить, сколько клиентов пришло через этот рекламный канал, сколько денег они потратили. Вот хочу остановиться именно на флайерах. Раньше мне собственники бизнесов говорили, что у них флайера не работают. А я им говорю на это, вы просто с ними неправильно работаете, с самими флайерами. Мы не раздаем флайера на улицах, бабушкам, на остановках, нецелевым клиентам. У нас каждый продавец знает скрипт. Он выдает флайер тем клиентам, те, кто уже стоят на кассе, совершили какую-то покупку, но они по каким-то причинам не могут скачать приложение UDS, либо у них телефон сел, либо память занята, что-то свое. И простой скрипт и флайер подсказывают этому покупателю в спокойной обстановке затем скачать приложение и получить свои заветные баллы. И таким образом мы раздали около 500 флайеров, из них, как вы видите, у нас пришло 400 клиентов и потратили более полутора миллионов рублей. Также каждый рекламный канал у нас оцифрован, и мы можем померить эффективность этого рекламного канала. У нас есть примерочные наклейки, тейбл-тенты расставлены по всему залу. Также мы тестировали историю с такси. В одну машину мы наклеили наклейку, и с нее пришло 31 человек. И совершили покупки на 16 тысяч рублей. Эта наклейка висела около трех месяцев. Это тоже абсолютно бесплатные клиенты для нас. И также мы использовали код UDS в названии, в описании нашей компании, и через него к нам пришли 182 человека и потратили 196 тысяч рублей. Но все очень сильно поменялось, когда компания централизованно запустила вкладку «Источники трафика». И вот прямо внимание ваше хочу обратить. UDS App. Эта кнопка появилась с 29 октября. Эта кнопка называется так. «Присоединиться к компании, получить бонусную карту» прямо в мобильном приложении клиентам. И у нас присоединилось более 800 человек и потратили больше полумиллиона рублей. То есть это именно те клиенты, которые пришли через UDS. Я уже смело могу сказать, что UDS является генератором трафика. Также на этой вкладке мы видим всю конверсию клиентов. Какие рекламные каналы работают, какие не работают, сколько покупок было совершено, на какие суммы. Я повторюсь, у нас все операции проходят через 1С и через UDS. И мы можем увидеть точно, сколько наших покупателей являются нашими постоянными клиентами. База наша составляет 10 800 клиентов. Из них четверть является нашими постоянными клиентами, кто совершил повторные покупки. И объем этих покупок это 65%. Это очень крутые цифры. Их реальная скидка, кстати, составляет всего 10,5%. Также мы воспользовались кросс-маркетингом, но ранее мы делали это через пуш-уведомления, просто обменивались активными ссылками. Так вот, через них у нас пришло 122 новых человека и совершили покупки на 30 тысяч рублей. Но сейчас компания сделала еще круче. Она запустила электронные сертификаты. И вся эта история очень прозрачная и открытая. То есть можно легко посмотреть, какая была конверсия, сколько клиентов пришло и сколько сделало покупки. Кстати, на будущее мы обязательно планируем сделать, ввести сертификаты, ввести кросс, и мы ищем партнеров по кросс-маркетингу. Поэтому пишите мне. Дальше. Клиенты по рекомендациям. Это та функция, которая есть в UDS, и мы можем честно посмотреть, какие клиенты к нам пришли именно по рекомендациям, то есть по сарафанному радио. На сегодняшний день у нас 4 уровня рекомендаций. И со второй по четвертый уровень к нам пришли новые абсолютно покупатели и потратили в нашем бизнесе больше 350 тысяч рублей. Нам это тоже, конечно же, очень нравится, потому что у наших клиентов есть хорошая мотивация раздавать бонусные карты. Также в UDS есть модуль KPI. В нем есть 4 показателя, по которым можно оценивать ваших сотрудников. Мы воспользовались всего лишь одним. Это выдача бонусных карт. И по ним мы можем увидеть, какие наши продавцы работают хорошо, а какие не очень. И, конечно же, мы использовали разведение различные конкурсы, различную мотивацию. Ведь только мотивация позволяет сотрудникам работать хорошо. И за счет этого повышается ваша клиентская база. Также я сейчас расскажу про фишки. Это не полный слайд, полную свою презентацию со всеми фишками я вам вышлю. Смотрите, что мы разыгрываем. Вот раньше собственница бизнеса, она разыгрывала в своем инстаграме деньги, рубли. Сейчас же она поняла, что можно дарить баллы. И там простейшая механика розыгрыша. Укажи, например, три подруги. Далее мы генератором случайных чисел разыграем эту сумму и подарим. Так вот сейчас мы дарим баллами. 5 тысяч баллов. И собственница понимает, что ей за эти баллы придет наличкой в кассе 10 тысяч рублей. Дальше она дарит баллы на любые праздники. Может даже ошибиться и дважды нажать. Наши клиенты очень рады, довольны и всегда нас благодарят за то, что мы им дарим баллы. Вот на сегодняшний день у наших клиентов баллов на 42 миллиона рублей. И вопрос. Если они все разом придут и потратят все свои баллы, так нам же и хорошо. У нас в кассе будет плюс 80 миллионов рублей. Я думаю, каждый собственник бизнеса будет этому рад. И сейчас самый важный слайд – это профит. Самое важное – профит, который получил предприниматель. Это собственница бизнеса, шоурума с внедрением системы UDS. Важные здесь моменты – это новые клиенты. Абсолютно новые клиенты, которые пришли именно через UDS. Это плюс 1857 человек. И только они принесли больше миллиона рублей в кассу. Я уже не говорю о том, что было 1800 клиентов, а стало 10800. Это огромная разница в клиентах. Ну и дальше весь функционал мы, естественно, пробуем, внедряем все фишки. И я уже почти завершаю. Для всех наших клиентов, кто подключится к бонусной программе, они плюсом к 300 рублям получат еще 1000 баллов. Для этого нужно в UDS написать форум кейса. А также для тех людей, кто подпишется на мой инстаграм, я отправлю полную презентацию со всеми фишками. Это крутые рабочие фишки, которые работают у нас и, соответственно, будут работать у вас. И все вопросы, конечно же, вы можете мне задать касаемо этого клиента, либо любых других. С вами была я, Голиудинова Эльвира. Очень рада была выступать перед вами и готова ответить на все ваши вопросы. Эльвира, спасибо большое.